Итак, ну давайте начнем с представления. Меня зовут Александр Калинин, я работаю мейлер-разработчиком в компании SSR, наверное, компания в Омске достаточно известная. И мы занимаемся в основном заказной разработкой, но немножечко пробуем заходить и в продуктовую. И свой доклад о том, как мы использовали паттерн-репозиторий, как мы дружили, такие вещи, как машин-лернинг, файловое хранилище и базу данных в нашем продукте, я начну с того, что расскажу немножко о нашем, собственно, продукте. Он на данный момент у нас разрабатывается, проходит такое что-то между альфа и бета тестированием. И основная его суть заключается в том, чтобы помочь людям, которые вынуждены переносить данные с каких-то бумажных носителей, с форм, в какой-то электронный формат, чтобы вот эту их рутину можно было автоматизировать. Например, у человека, у секретаря, скажем, или у бухгалтера есть задача обрабатывать какие-то формы. Например, вот здесь вот результаты анализа. И у него есть некоторая типовая форма, под которую подходят большинство его документов. Понятно, что в безмашинном варианте он смотрит на листочек перед собой и набирает на клавиатуре то, что написано на бумаге. Это, понятное дело, очень затратно и долго и муторно. И мы пытаемся как-то все это автоматизировать. Человек в нашем продукте может зайти, сделать на основании какого-то одного типового документа шаблон. Он может выделить те области, те регионы, которые он хочет распознавать. На основании этого создается некоторый шаблон, и потом человек может загружать похожие документы и скачивать результат распознавания в JSON или в CSV. В общем, мы, так сказать, сокращаем путь от бумаги к оптическому распознаванию, при этом беря только те поля, те места в документе, которые человеку нужны. Вот. Как же у нас выглядит под капотом сам, собственно, процесс распознавания? Он выглядит следующим образом. После того, как человек создал шаблон, разметил в нем те области, те блоки, которые он хочет, из которых он хочет извлекать информацию, он загружает другой похожий документ какой-то. Понятно, что документы не бывают идентичные, там всегда идет расхождение по координатам блоков, там идет расхождение по, понятно, содержанию этих блоков, плюс добавляются некоторые сложности в виде различных шумов, в виде различных всяких трансформаций, плюс могут появляться новые блоки, могут старые нужные блоки куда-то деться. В общем, каждый документ является уникальным. Вот. И для того, чтобы нам правильно обработать вот эту цепочку, у нас есть четыре стадии нашего пайплайна. То есть сначала пользователь начинает, загружает скан документа и указывает, какой шаблон к нему применится. После этого мы автоматически делаем анализ документа и выделяем в нем все возможные блоки. То есть если пользователь загружает, скажем, счет-фактуру, то в счет-фактуре будут выделены все-все-все-все-все блоки. Вот. Мы используем там специальный алгоритм, связанный с семантической разметкой, об этом чуть попозже. И определяем координаты блоков. То есть определяем сами блоки, их координаты. После того, как мы определили координаты блоков всех, мы проводим векторизацию блоков. Вот. Векторизация нам нужна для того, чтобы мы дальше могли работать с некоторым векторным тензорным представлением блока для последующей фильтрации. То есть пользователь, он, когда создает шаблон, он указывает только те блоки, которые ему нужны. И мы на основании вот этой разметки делаем некоторую умную фильтрацию. При этом вот эта умная фильтрация для каждого пользователя и для каждого документа, для шаблона, она всегда уникальна, потому что документы разные. Сами шаблоны разные. У одного пользователя для одного и того же документа может быть, например, 10 интересующих блоков, у другого их может быть 20 и так далее. В общем, для каждого документа, для каждого шаблона мы на основании вот этих данных, которые мы получили при векторизации, мы дальше отфильтровываем, чтобы определить только те, которые нужны, и только их обработать. Как это у нас делается? Поподробнее расскажу про векторизацию и классификацию блоков. За векторизацию блоков, то есть превращение какого-то кусочка документа, превращение какого-то блока с координатами в вектор, в tensor, мы используем layout.lm. Layout.lm – это трансформер, который был натренирован на различного рода формах, который считается, что умеет понимать семантику верстки документа. То есть он не просто опирается на координаты и на контент, он их вместе соединяет и дальше может представлять каждый блок как некоторый вектор. Вот он такой большой и страшный, потому что это трансформер. Мы все работаем с трансформерами, мы знаем, что трансформеры очень и очень жручие в плане ресурсов. Например, layout.lm в том виде, как мы его используем, занимает порядка полтора гигабайта в оперативной памяти. И по идее, по-хорошему, когда мы тренируем вот эту фильтрацию, а фильтрация – это, по сути, классификатор, который проходит по каждому блоку и классифицирует, относится ли этот блок к тем блокам, которые пользователь ранее разметил, или он не относится ни к одному из них. То есть, по сути, по-хорошему, нам нужно тренировать весь вот этот layout.lm, переобучать все его веса, но мы не можем так сделать по той причине, что документов много, и на каждый документ мы просто не можем создавать модель отдельную, которая бы занимала полтора гигабайта. Это нереально. Но, тем не менее, в layout.lm содержится большое количество уже знаний о том, как выглядят документы, какие в них данные, как выглядит их разметка, как блоки связаны друг с другом, как семантически, так и позиционно. Поэтому мы используем его как синглтон. И уже для конкретной фильтрации мы под каждый документ тренируем тоненький слой, который является, по сути, классификатором. И эти классификаторы, они уже гораздо меньше по размеру по-своему. То есть, это уже не полтора гигабайта, а это где-то в районе 10 мегабайт. И здесь уже можно как-то работать. То есть, мы берем пользовательский документ, прогоняем его через layout.lm. Layout.lm нам возвращает для всех блоков тензоры. И мы потом можем эти тензоры отправлять в наш классификатор и классифицировать. То есть, этот блок подходит под те классы, которые пользователь разметил, под те блоки или нет. И проходимся по всем, и лабка связана отрабатывает. Вот. Но, когда мы имеем дело с большим количеством, пусть даже маленьких слоев, вот этих 10 мегабайтных, у нас, тем не менее, встают инженерные вопросы. А именно, раз у нас много пользователей, много документов, то мы уже не можем, как раньше, хранить их в оперативной памяти. Нам их нужно где-то хранить в каком-то персистентном хранилище. Вот. А что такое классификатор, по сути? Классификатор – это же не просто какой-то объект в оперативной памяти. Это есть нечто распределенное. То есть, классификатор, он состоит, во-первых, из исходного кода, который мы пишем на PyTorch, то есть, исходный код, который описывает модель. Плюс этот классификатор еще и включает в себя натренированные веса, да, чекпоинты, которые нам нужно куда-то сохранять, изменять, удалять и так далее. И плюс еще у пользователя есть метаданные, потому что классификатор нам не говорит, как называется полис с индексом 0, да. Это можно взять только из метаданных, которые мы тоже должны где-то хранить. И получается, что когда мы реализовывали нашу вот эту логику со всей вот этой вот петрушкой в виде сохранением чекпоинтов, сохранением метаданных, у нас появилась куча вопросов, как, где это хранить, как это сервизовывать, как это кэшировать. И в итоге наш код, который вот эту логику реализовывал, он очень сильно был усложнен и очень сильно разросся, как лапша, потому что там очень много, на самом деле, вещей, да. Откуда брать эти веса, как к ним подгружать метаданные. А еще и бывает, что надо перенести на ГПУ, надо или перенести на ЦПУ, когда мы делаем сервизацию. В общем, очень-очень много проблем, и наш код стал выглядеть очень плохо. То есть у нас было все вместе. Вот мы берем модель, вот мы, значит, как-то подгружаем веса, тут же у нас идет бизнес-логика, тут же запросы. В какой-то момент мы поняли, что мы теряемся в нашем коде, в ходе, который обслуживает вот эту вот подгрузку, загрузку наших моделей. И поняли, что нам нужно это переделать, и начали искать абстракцию или какой-то паттерн, который мог бы нам в этом деле помочь, чтобы нам упростить код, сделать его более модульным, более поддерживаемым. И такая абстракция таки нашлась. Это паттерн репозиторий. Может быть, некоторые из вас уже слышали об этом паттерне. Слово репозиторий, в принципе, на слуху, наверное, связано с... Как правило, звучит в контексте репозиторий исходного кода, но здесь немножечко шире. Паттерн репозиторий – это некоторый класс, который представляет собой интерфейс для работы с некоторой коллекцией объектов. То есть у нас есть некоторые классы, у него в базовом случае должно быть два метода. Получить какой-то объект из коллекции и добавить какой-то объект в коллекцию. Ну, есть еще дополнительное – удалить объект, изменить объект и так далее. В нашем случае вот этими объектами, с которыми нам приходилось работать, были те самые тоненькие слои классификаторов, которые используются для фильтрации блоков. И, соответственно, эти, так как эти классификаторы, они не хранятся в одном месте, а это, они составляют, они стоят из трех частей из исходного кода метаданных и весов. То есть они хранятся в нескольких хранилищах. И как мы решили эту проблему? То есть мы реализовали класс с репозиторием, который является поставщиком вот этих классификаторов, в слой, который отвечает за бизнес-логику. То есть у нас есть некоторая бизнес-логика, которая управляет процессом распознавания. То есть прочитать скан, найти в нем все блоки, викторизовать все блоки, пройтись потом по всем блокам, по всем вот этим тензорам, классификаторам. Потом еще есть ряд дополнительных эвристик, которые мы делаем для того, чтобы соединить некоторые блоки и так далее. Вот это все бизнес-логика. И получается, что у нас еще есть вспомогательная логика, связанная с хранилищем. А хранилища у нас, получается, здесь два. Это хранилище, где мы храним веса, и база данных, где мы храним метаданные. Так вот для того, чтобы нам разделить бизнес-логику, сделать ее работу более сфокусированной и убрать всю ту ненужную имплементацию, которая отвечала за слой хранения, мы реализовали, собственно, вот этот репозиторий. То есть что он делает? Он без логики поступает команда. Репозиторий, мне нужен классификатор с каким-то айдишником. Репозиторий, в свою очередь. А я, кстати, могу вам сейчас даже показать. Я себе подготовил небольшую шпаргалку. Вот. Я здесь сделал, чтобы не быть голословным, небольшую имплементацию того, как наш репозиторий может выглядеть. То есть от без логики приходит запрос на то, чтобы вернуть классификатор. Классификатор, который может работать уже в рантайме. То есть он либо работает на CPU, либо работает на GPU. Он уже должен быть готовый. Он должен быть объектом, функцией, которой можно передавать наши тензоры блоков и получать предсказания. Для этого в репозитории мы помещаем логику, связанную с нашим хранилищем. То есть мы инициализируем наше файловое хранилище, мы используем Minio, мы инициализируем коннект с базой данных. И когда пользователь создает шаблон, мы тренируем классификатор. То есть используем некоторые хитрушки. One-shot learning. Тренируем классификатор. И потом этот классификатор нам нужно сохранить. Для этого у нас используется метод SaveClassifier, куда мы передаем какой-то ID-шник документа, передаем какие-то дополнительные данные, связанные с файлами, передаем сам классификатор, который в себе содержит, собственно, чекпоинт, то есть натренированные параметры, и содержит в себе метаданные. Соответственно, мы при помощи встроенных возможностей PyTorch'а делаем его сериализацию, сохраняем его в наше файловое хранилище, вытаскиваем из него метаданные, и потом сохраняем все это хозяйство в базу. Также в случае того, что пользователь начал размечать шаблон, значит, он, скорее всего, будет использовать этот шаблон прямо сейчас. Сейчас мы сделали такой простенький кэш, когда у нас некоторое количество классификаторов постоянно хранится в оперативной памяти, то есть они высокодоступны, их можно сразу дергать, не обращаясь лишний раз к минимуму, к файлам хранилища, или к базе данных. Это позволяет нам как-то более-менее управлять нагрузкой. И когда приходит от пользователя запрос на распознавание формы, приходит ID-шник документа, ID-шник шаблона, который к этому документу можно применить, мы опять же делегируем всю логику, связанную с вот с хождением в базу данных, с хождением в файловое хранилище, сборку всего этого в пайторчевский объект и возвращаем все это обратно в слой бизнес-логики. За счет этого мы сумели решить проблему вот такого развесистого кода. Ну и в общем заклад у меня коротенький, как и обещал, чтобы вас не мучить, джиньорский. В чем нам помог паттерн репозиторий, хотя как бы паттерны не часто фигурируют вот в ML-дискурсе в основном они фигурируют, в обычной разработке, веб-разработке. Но тем не менее он нам помог, потому что репозиторий стал для нас очень удобной абстракцией, которая позволяет нам работать с некоторой коллекцией бизнес-объектов. То есть бизнес-объекты это у нас были классификаторы, то есть это паттерческие объекты, которые можно взять и использовать уже вот сразу. Репозиторий как паттерн позволяет изолировать какую-то низкоуровневую логику, связанную вот с загрузкой, сериализацией чекпоинтов, сохранение их данных в разные хранилища, шардинг, возможно, кэширование, позволяет все это сфокусировать в одном месте внутри одного класса. Вот. Ну и главный плюс в том, что репозиторий позволяет работать с абсолютно любым хранилищем, которое подходит лично вам. То есть это может быть какие-то простенькие решения вроде Minio, могут быть и достаточно сложные какие-то big data системы, распределенные файловые хранилища, из которых вы можете собирать любые сложные объекты и использовать их в вашем ML production. Вот. Ну, наверное, все. Спасибо.